Доброе утро! Мы проснулись пораньше, выехали, я хочу кое-какие анализы сдать, а потом вот детей в школу поведем. Зачем я за кран встаю? Из-за меня, Алексей. Во всем виновата я. Да, туда. Я сегодня привык просто вставать еще пораньше. Мама твоя сказала, что ты всегда так рано встаешь, так что не надо. Затем еще раньше приедем. Нет. Завтра вообще в 0.00. Восемь утра, а у них занятия в 8.30 начинаются. Алексей, ты вообще в 8.00? Куда он поехал на красный? Все нормально. Мы в Абхазии. Стой, Сережа, он тебя еще придавит. Поправьте реально все присутствуют. Да, я знаю, мама так и сказала. Сегодня насыщенный день будет. Настя еще ко мне в гости хочет прийти. А еще сегодня в танках елка. Ой, какой праздник. В танках елка, да? И у меня какая-то магия. Я зашел в гоплин и играю. А ты игра без интернета. Я игра дальше, только на улице. Но у меня нет интернета. Она, видно, загрузилась. Из-за этого... Сейчас пойду вену подставлю. Сережка тоже вчера подставлял свою. Сдавал на ВИЧ, гепатит, на все, чтобы... На ВИЧ только. Нет, там все сдается. На ВИЧ только написано. ВИЧ. Ну, не знаю. И, короче, чтобы разрешение на временное проживание получить. И еще в диспансере, в этом, как его... В наркотическом, да. В наркотическом. Ну, короче. В наркотическом. Да. Сдавал свои биоматериалы. Все нормально. Ему сказали. Ой, господи. Дело движется. Сделали ему уже доверенность на машину. Сделали... Зачем? Не знаю, но это нам не стоит. Нотариусом заверили перевод. Короче, дела движутся. Ну, все. Анализы сдала. Все нормально. Теперь детей в школу. О, Сережа. Нотариусом уже опоздали? Нет, сейчас только 15 минут. Мы спокойно успеваем. Все, как и было запланировано. Сегодня, как ни странно, людей очень мало с утра. Обычно здесь в лапквесте с утра стоишь-стоишь. На вокзале. Сегодня повезло. Красивый, молодой. Подайте мне ковечку. Подайте мне ковечку. Все, мы уже дома. И мамон помощник помогает готовить. Да, Максуточка? Тортик дети захотели. Я пошла купила сметану. Так не делай, Максим. Так испортится миксер. Держи его. Давай включаем. О! Все. Держи. Помощник. А как шоколадный торт на кипятке? Наш любимый. Помощник весь в муке. Все в муке везде. Да? Зато довольный. Стул. Стул. Все в муке. Ничего. Давай размешивай. Можешь чуть-чуть больше сделать скорость. Сейчас кипяточек добавим и все. Ну вот и все. Торт почти готов. Я так довольна, что эту мисочку купила. Как раз. Даже двойную порцию там можно делать. Что? Что? А, так не делай, пожалуйста. Не делай так. Ты можешь понять, что брызгает? Ну ничего, занавески-то мы сейчас будем стирать. Слава Богу, нам воду дали. У нас вчера целый день не было воды. Вот сегодня с утра только дали. Мне еще сейчас посуду столько мыть. Это с трохом. Да, я это показывать не буду даже, Максим. Там ужас. Там можно будет. Нет. Окно я помыла, занавески постирала. Я их стираю и сразу вешаю. Они высыхают быстро. Зато их гладить не нужно. Тортик тоже у нас уже готов. Скоро будем резать. Сейчас остынет. Надо уже вытаскивать, в принципе. Мы будем его украшать. Чем? Чокопай? Мы будем украшать. Посмотрим сейчас, Максим. Пока не трогай. Чуть-чуть пускай еще остынет. Или лучше вытащить уже. А ну-ка. Опа. Так, куличик. Нет. Лучше не спешить. Это куличик. Куличик. Сейчас. Ты че икаешь? Вот, красавчик. Чуть-чуть осталось. Надо было еще чуть подержать. Посуду тоже почти уже домыла. Чуть-чуть осталось. Сейчас будем мыть окно в зале. Да? Максим, там мне тоже помогал окно мыть. Мама. И занавеску там стирать. Там же нету много грязи. Много грязи. От ваших рук, наверное, да? Вы же любите прийти и... И рисовать. Ага, и рисовать. Все. Пускай остывает. Мам. Не делай ручками. Не делай. Ты мыл их? Он для меня теплый. Теплый. Вот тут можешь кушать. Вот это кушай. Все. Я довольна. Я буду рисовать. Ты так и будешь таскать ее на руках? Дождались они. Уже темнеет. Слушай, Настя, ты че правда так долго шла? А я здесь тоже окно помыла, занавеску постирала, все цветочки промыла в ванне. Марик мне помогал таскать их, да? Вот это принес. Самый большой. Только обзор мне был подпород. Что-то обзор был плохой. Все. А сейчас уже что-то на порох у нас воды очень плохой. Сейчас надо набрать бутылки с водой. Вдруг опять выключат. Настя мне принесла хурму, бычье сердце. Очень вкусное. Тут вот уже прям спелое-спелое раздавилось в пакете. И какао. Сейчас мы будем делать глазурь. Дети уже тут на старте стоят. Помощники. Открывай. Опа, Марик пошел за лаурой смотреть. Объедение. Приступаем. А я в нужное время пришел. Угу. Что-то густая получилась. Можно я ее немного размажу? Сейчас. Подожди, Марик. Тортик готов. Сейчас он будет гончиком и легальным. Ага, сейчас он как упадет. Не делай. Ну что, чаек или компот? Чаек. У тебя тут ручка. Не, лучше какао. Какао, хорошо. Хоть это было. Это у него вопрос, но просто так. Какао. Тортик наелись, сахар в голову дал, да? И начались приключения. Перевернули все. А я хурму кушаю. Я мистер коробка. А кто будет это убирать? Максим. Точно? Обещаешь? Ну все. Играйте тогда. До свидания. Сережа приехал с работы. Ты сегодня что-то рано, пол седьмого. Вместе дождь пошел. И дальше у него туда. Прям уже идет? Да. И что, завтра вы не работаете? Ну, дождь куда поделить? Там тоже начинался дождь, но дальше уже некуда было камень оставить в бухту. Ага. А я его встречаю тортом. Вот сегодня твой ужин. Нет, я сейчас что-нибудь приготовлю. Соус еще, в принципе, есть. Я не думала, что ты так рано. Ты как сказал, еще минимум два с половиной часа А тут через час уже приехал. Мы летели, как могли. Вкусный? Я не знаю, пропитался он или нет, но должен. Вроде бы. Я так быстро торты еще не ела. Обычное заранее корж пеку. Это мой кофе был. Ну, хотя какая разница, давай. А, еще и оттуда, да? Там чуть-чуть, чуть-чуть. Правильно говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Сереже папа позвонил и сказал, чтобы он приехал за рыбой. Им передали рыбу. А он забыл. И потом он сидел кофе, когда пил, уже вспомнил. Я говорю, ну что делать? Завтра же тоже ему на работу. Если дождя не будет. Неизвестно, когда вернется. Я говорю, если хочешь завтра копченую рыбу, то придется ехать. И он поехал. Рыбка хорошая. Поменьше я, наверное, пожарю. А эту будем коптить. Сейчас я ее от шелухи почищу. Засолю как раз на ночь. И все. Я только вот Насте говорила, как я уже соскучилась по копченой рыбе. И с удовольствием бы поела ее. И вот рыбка появилась. Хорошенькая. Настя там сейчас с детьми убирает игрушки в зале. У нас игрушки везде. Здесь тоже валяются. Это очень хорошо. Я с удовольствием копченую рыбку покушаю. Вообще барабулька такая дорогая на рынке. 250-200 рублей. Что случилось? А копченая продается 750 рублей килограмм. Я говорю, она что, золотая что ли? Так что не зря я начала этим всем заниматься. Теперь мне нужна коптильня. Пока, конечно, нужна, но не до такой степени, что прям ее покупать. Попозже, может быть, что-нибудь Сережа придумает. Сами соберем. Сережа как пришел, так и разговаривает. Ничего не поменялось. Вечно потелесону. Молодцы, мальчишки. Вообще Максим обещал. Иди качай, не знаю, кавказские песни. Останешься сам. Ты обещал вообще-то. Давайте, давайте. Чуть-чуть осталось. Что? Подойди. Аккуратно. Аккуратно. По одной песне можно? Это из серии, когда нет сил терпеть до завтра. Я все-таки решила сегодня чуть-чуть покоптить. Покушаем сейчас. А он прям закоптится сейчас? Ну да. Прям нет, дым будет внутри? Ну да, сейчас. Мы его только что крышкой закрыли. Вот уже потихоньку сюда коптит. Сейчас будем нюхать. Сейчас мы тоже закоптимся, да? Конечно. Собирайся потихонечку. Настя ушла. Свет у нас выключили. Мы с Мариком в темноте тренировку доделываем. Раскрывайся. Один, два, три, четыре, пять. Все, молодец. Закончили. Теперь нужно доубирать. Да? И сейчас пойдем делать уроки. Уроки не мешало. Убирать. Я посыпала все время. Ну а что делать? Она же маленькая, не понимает еще пока. Они с Максимом заодно. Банда, да? Максим выбирает, а Лаурам не мешает. Все понятно с вами. Вы арахис покушали? Суперную сказку несет. Мою папку и еще рончбокс. И что, Лауру больше в гости не зовем? Зовем. Ну и все, а что жалуешься тогда? Ой, Марик. А я тоже не убирать. Ничего. В следующий раз мы просто такие мелкие, ну не мелкие, а вот эти вот все игрушки уберем сразу, да? Спрячем. И все, проблема решена. Видишь, железную дорогу вы же быстро убрали. Не быстро, а долго. Но все равно быстрее, чем вот эту мелочь всю с кубиками. Пошли. Уже раз забрали, а Лауре осыпал. Рыба готова. Но, что я хочу сказать. Мне так не очень понравилось. Все-таки, когда рыба засоленная, она намного вкуснее получается. Потерпеть. Да, Сереж, честно. Но нетерпение сыграло свою роль. Ничего страшного. Да, посолим внутри. Я сейчас остальную рыбу засолила на ночь. И завтра уже буду остальную коптить. На ночь тоже много даже. Не, ну я чуть-чуть потом вымочу. Я же не сильно солила. Я чуть-чуть. А это получается, вот шкурка у нее вроде бы как солененькая. А внутри все не очень. Ну, не могла я утерпеть. Соль это не на смерть. Очень хотелось. Много не надо солить. Да, но так невкусно. Она сладкая получилась. Но все равно вкусно. Короче. По сути вкусно. Сойдет, да. Еще оставила рыбку, чтобы Марику пожарить с Максимом. Все. Завтра будем коптить. Запахи тут, конечно, стояли. Мы уже свет же выключили. Газ включили. Потом на газу доделывали. Вот так вот. Там, посмотри, прям жир. Вау, кайф. Просто. Ты какая кайфа. Уроки сделали. Все сделали. Даже я свободна. Ура! Я свободен. Это точно. Да, то я тоже свободна. Ну, посмотрим. Еще точно не знаем. Я знаю. Ну, показывай, что дождь. Короче, я начинаю есть рыбку. Всем пока. Ты тоже же будешь? Ну. Смеется, смеется. Ну, покляюсь чуть-чуть. Конечно. Все. Всем пока. На какой? На изи-гидовой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok